В зале заседания законодательного собрания 35 депутатов. Это 35-е по счету встречи народных избранников. На повестке дня 49 вопросов. Некоторые из них вызвали бурю эмоций и споров. Не мудрено. Представители разных партий часто не могут договориться с первого раза. Например, на профильных комитетах. Первым делом заслушали отчет начальнику МВД Андрея Мишагина. С его слов, органы внутренних дел в 2020 году работали в напряженных условиях в связи с пандемией. Полицейские помогали Роспотребнадзору. Взяли под крыло 12 медицинских учреждений. Часть из них находится под охраной полиции до сих пор. Не забыли правоохранительные органы и про прямые обязанности. Охрану общественного порядка и противодействие преступности. В целом уровень регистрации преступлений остался на уровне предыдущего, 2019 года. Это больше 12 тысяч преступлений. Мы фактически ликвидировали 4 преступных сообщества, которые занимались по целому направлению. И вымогательством, и мошенничеством. После отчета начальнику МВД перешли к вопросам и выступлениям. Дмитрий Грачев на первый взгляд рад стабильной статистике. Однако лидер региональной партии ЛДПР посоветовал быть готовыми к росту преступности. Видят рост цен, видят падение реальных доходов населения. Ну, соответственно, Андрей Васильевич, наверное, нужно будет быть готовым к ухудшению и криминогенной обстановке. Мы прекрасно понимаем, что определенная группа лиц может решить, сказать, раз я не могу купить, значит, мне нужно просто взять, отнять, ограбить и так далее. Матвей Володарского интересовали патологоанатомические мешки. По его мнению, у правоохранительных органов с такими пакетами есть дефицит. Депутат предложил помощь в закупке. Выглядит все это так очень плохо еще, когда, я извиняюсь, трупы граждан, которые попали, они просто валяются часами на обозрении проезжающих мимо машин. Поэтому как раз мое было обращение, оснастить, может быть, экипаж. А вот Юрий Супони распереживался за здоровье тех, кого задерживают на несанкционированных митингах. Вот человеку плохо стало. Там, где их задержали. Может, они и нарушили закон, но они же не должны умирать или там пострадать. Вот мне вот этот вопрос интересует. Депутаты ответили. В таких случаях на место сразу вызывают карету скорой помощи. У правоохранительных органов нет полномочий оказывать медицинскую помощь. Спустя полтора часа начальника МВД отпустили. Депутаты пошли по повестке дальше. Почти единогласно. В первом и втором чтении их парламентарии проголосовали за изменения в патентной системе налогообложения для автомобильных стоянок. Для стоянок будет действовать патент. Начиная с этого года оплата будет составлять 600 рублей за квадратный метр в год, что облегчит и саму систему налогообложения, ну и, конечно, легализует этот бизнес. Большинство приняли поправки в части передачи 26 газопроводов из 101 земельного участка из муниципальной собственности в региональную. Их обслуживанием займется специализированная организация. Это те газопроводы, которые были когда-то, ну, некоторые там 20-30 лет назад построены теми хозяйствующими субъектами, которых на сегодняшний день нет, а строили тогда все и совхозы, и колхозы и так далее. Сейчас они, думаю, что многие их видели, наблюдали, в каком состоянии. Некоторые депутаты в качестве дополнительных вопросов повестки вынесли предложение собрать совещание по кризисной ситуации в Димитровградской городской думе. В частности, независимый Володарский и всегда идущий другим путем гибадинов считают, коллеги из соседней думы застряли в политическом тупике. Налицо как бы такой парламентский кризис. Сегодня ситуацию, как я понимаю, уже ни одна политическая сила не контролирует. Поэтому я считаю, что на оригинальном уровне мы должны этот вопрос рассмотреть. Они должны вмешаться. Нарушается закон, и Володарский в этом прав. Там действительно не могут принять до сих пор корректировки в бюджет, а это заработные платы, это деятельность города. Однако депутаты инициативу вмешаться в дела Димитровградские не поддержали. Рината Люлова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ.